Этот проект был бы невозможен без общественной организации СИДИ, которая объединяет родителей детей с инвалидностью. Мы благодарим также всех, кто согласился говорить. Говорить о том, что пока рождает много страхов, мифов, противоречий. Этот проект посвящен инклюзии. Меня зовут Светлана Заречнова. Я заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сергея Посадского дома-интерната слепоглухих для детей и молодых инвалидов. Инклюзия для меня – это включение особого ребенка во все сферы жизни, доступные нормально развивающимся детям. Сама жизнь в детском доме – это уже инклюзия своеобразная, потому что у нас очень разные дети. И интеллектуально разные, и физически разные. И они вынуждены жить сообща. И для каждого из них это уже инклюзия. Есть глухие дети, которые живут рядом с детьми незрячими, и они вынуждены общаться доступными для них способами. То же самое для незрячих детей. Они живут вместе с глухими и всячески с ними взаимодействуют. Ребята друг другу помогают. Причем мы их этого не заставляем делать. Просто жизнь ставит их в такие условия, что они вынуждены быть вместе, вместе путешествовать, вместе жить. Проекты по взаимодействию наших детей с обычными детьми, с классами, со школами были такие проекты. Их было очень много, и они продолжают работать у нас в детском доме. Мы организовали такую группу, ансамбль, когда наши дети личные взаимодействовали вместе со слепо-глухими детьми, со слепыми детьми, с остаточным слухом или с глухими, с нарушенным зрением. У нас был такой совместный ансамбль. Дети пели, танцевали, все пели жестами, кто это мог сделать. Мы очень много выступали, очень много путешествовали с этим ансамблем. Но потом наши воспитанники выросли и научились самостоятельно действовать. И наши личные дети выросли уже, и заняты стали, и не было возможности продолжать эту работу. Но ансамбль продолжает развиваться, он существует, но теперь уже это просто ансамбль, который состоит из одних только воспитанников. Мы с ребятами из детского дома посещали школу, посещали уроки в школе, мероприятия в школе. Ребята общались с учениками 14-й школы. С незрячими детьми общаться было очень легко, потому что незрячие говорили голосом. И это первая возможность общаться, это легкий путь такой, когда ребята устанавливают взаимоотношения. Немножко труднее с глухими, но мы своих детей учим, что есть другие средства доступные для глухих. Например, можно писать записки не всегда правильными словами, но дети друг друга очень хорошо понимают. Ну а потом, когда у детей есть интерес к тем формам речи, которые доступны глухим, к жестам, к дактилологии. Многие выучили жесты, дактилологию выучить было немного проще, потому что есть образцы произнесения букв, конфигурации пальцев, там А, Б, В, из них составляются слова, и это было все очень легко и доступно ребятам. Еще один проект, который уже регулярный у нас, наверное, на протяжении 10 лет, это отдых в санатории в городе Геленджик. Мы долго искали место, где нас бы приняли с нашими ребятами во всей нашей красе, скажем так, где никто не будет хвататься за голову и кричать, кого вы нам привезли, уезжайте обратно, потому что, к сожалению, во время отдыха были такие случаи. И вот мы нашли такой санаторий, где нас приняли, где нас любят, где нас ждут. Сотрудники этого санатория, они подготовили детей к тому, что приедут такие особенные дети. И когда мы приехали, в общем-то, нас никто не боялся, не пугался, а наоборот, был интерес к нам. И надо сказать, что наши дети тоже обладают определенными талантами, и мы эти таланты просто показали перед отдыхающими людьми, перед детьми. Инклюзия в России реальность, но, к сожалению, не для всех. Конечно, существуют определенные категории детей, для которых она никогда не стоит над реальностью. И второй момент, для того, чтобы реализовать инклюзию, конечно, нужно большое количество помощников. Потому что тьютеры, родители, это, конечно, мало. Сама мама, она одна ничего не сделает для своего ребенка, у нее другая роль, у нее роль мамы. Она должна любить, организовывать быт, заботиться о своем ребенке. Но для того, чтобы его научить, для того, чтобы дать ему образование, должны быть специально обученные специалисты, которые владеют всеми методиками, которые имеют опыт работы с такими детьми, чтобы помочь ему раскрыться и получить максимум из того, что дает школа. Проект поддерживает Евросибспецстрой.